Начну рассказывать про тему, которую я попробовал подготовить для вас. Я знаю, что сегодня последний день нашего продолжительного уже периода всяких разных знакомств с людьми из компании DataArt и с разными темами, которые они могли себе представить. Я постараюсь сделать его максимально без теории. Я хорошо себя помню студентам, если я правильно понимаю, большинство из нашей аудитории сейчас как раз находится на этом этапе своей жизни. И я хорошо себя помню в этот период, и для меня было важно, чтобы меня сильно не грузили. Не грузили теории. Для меня теория без практики, без чего-то, что, знаете, можно воспринимать реальными инсайтами, реальными случаями, которые были, для меня очень тяжело воспринималось. Вот поэтому я сегодня не буду возгрузить теории. Я попытаюсь рассказать вам максимально интересные истории, которые вплетены в тему, что такое коммуникация. Поэтому сейчас я шарю с вами свою презентажку. Мы с вами начнем. Презентацию я пошарил. Итак, давайте как бы с вами сейчас коротко пробежимся, каким образом я постараюсь вам рассказать об этой теме, что будет в моей презентации, когда можно задавать вопросы и на что рассчитывать. Во-первых, все вопросы я предлагаю оставить на конец. Тогда будет удобнее полностью воспринимать всю тему. Возможно, на какие-то вопросы я смогу ответить вам уже в середине, после того, когда вы послушаете всю презентацию. Если они у вас все равно останутся, пишите в чат, с удовольствием попытаюсь на них ответить. Второй момент. Мы будем, как я уже говорил прежде, с вами обсуждать рабочие обыденные темы, но не с позиции теории. У меня нету большого желания грузить вас в пятницу вечером, но есть большое рвение рассказать вам то, чем я занимаюсь уже восьмой год подряд. Так получилось, что начинал я совершенно с полярной неорганизации, по сравнению той, которой работаю сейчас в DataArt. В общем, моя коллега до этого рассказала уже, в принципе, о нашей корпоративной культуре. И вот, имея опыт работать, например, в банковской системе либо в IT-компании, в которой я работаю сейчас, я понимаю, насколько мой опыт получился многогранным. Поэтому все, что я накопил, я попытаюсь сделать для вас максимально сейчас интересным. Поэтому усаживайтесь в свой стул, мы с вами как бы начнем. Во-первых, по поводу коммуникации и по поводу о том этапе, на котором вы сейчас находитесь. Так получилось, что коммуникации — это что-то очень такое эфемерное, очень тяжело формулируемое. Что-то, к чему вряд ли вас готовили сейчас во время учебы в университете, институте, на курсах и прочее. Зачастую мы привыкли к тому, что вот эти все институции, они дают нам какой-то практический опыт, который будет непосредственно влиять на нашу техническую специальность, гуманитарную специальность. Но как взаимодействовать с людьми, нам приходится понимать на практике. Сложность еще в том, что даже если вы планируете быть техническим специалистом, у вас всегда будет возможность вернуться к какой-то теме и условно нагуглить. Как писать строчку кода на языке JavaScript, как построить архитектуру того или иного кода — это все равно что-то, что можно функционально хотя бы найти подсказки. Загуглили, узнали, как начать, дальше продолжили сами. С коммуникациями получается сложнее, потому что непонятно, как гуглить, непонятно, что ты можешь добавить для контекста, для того, чтобы твой вопрос имел ответ в строчке Google. Дело в том, что коммуникация — это все про взаимодействие между людьми. И коммуникация — это в первую очередь наличие контекста. Контекст он всегда будет эмоциональный, профессиональный, он будет рабочий контекст. Любые коммуникации, которые происходят, они имеют вот такой вот базисный контекст. Вот этот весь контекст, спихнуть строчку в гугл.адму довольно сложно. Поэтому не пугайтесь, да, я сейчас в роли как раз вот этого чувака, который сидит вам перед огнем и рассказывает, насколько вы попали. На самом деле нет. На самом деле, как бы все у вас получится точно так же, как получалось у сотен людей до вас. Я вас уверяю, не все получали нужную дозу знания до того, когда вы смогли вот махать своей плашкой дипломы. Все будет хорошо, будут кочки, и я попытаюсь как бы эти вот будущие ваши кочки сгладить в сегодняшней лекции. Я расскажу в принципе, что такое коммуникации, я расскажу, к чему вам нужно быть готовым, я попробую дать вам несколько маркером того, чтобы вы можете понять, что у вас проблемы в коммуникациях с вашей командой, либо с человеком, которым вы работаете. Во-первых, самая маленькая доля теорий, которые я вот все-таки решил совпихнуть в эту презентацию, это рассказать вообще, что такое коммуникация, потому что его можно так трактовать по-разному. Можно рассказывать часами, что такое взаимодействие между людьми, каким образом коммуникации передаются. Все мы понимаем о том, что коммуникации, они бывают вербальные, невербальные. Мы можем скорчеврожиться, да, дать человеку понять, что мы о нем думаем. Да, вот поэтому со всеми этими вещами нужно быть крайне аккуратным. Нам бывают в жизни вещи, которые нам нравятся, которые не нравятся, и так или иначе, все это будет влиять на нашу коммуникацию, на то, как мы ведем разговоры с людьми, на то, как мы общаемся с нашей командой. Так вот, коммуникации — это в большей степени про взаимодействие. Вот есть отличное слово в английском collaboration, которое, с моей точки зрения, очень правильно объясняет, что такое коммуникация. Коллаборация — это взаимодействие нескольких людей для достижения какой-либо цели. Так вот, коммуникация — это инструмент и, условно, фундамент для вот этой вот коллаборации. Без него никаких бы крутых вещей в нашей жизни не происходило. Именно поэтому вы должны понимать, насколько важны коммуникации будут и есть они на данный момент в вашей жизни. Если мы не умеем взаимодействовать с нашей командой, с людьми вокруг нас, скорее всего, вещи, которые мы будем создавать, они будут не настолько крутые, насколько маленькие. Итак, что такое коммуникации мы с вами разобрали. Нет смысла рассказывать о том, что это важнейшая функция менеджмента. Да, собственно, менеджмент для этого и существует. Для того, чтобы правильно направлять все коммуникации, которые существуют в команде, либо же исправлять их в нужный момент, не допуская недопонимания друг к другу внутри команды. Теперь давайте с вами определимся, какие сбои в коммуникациях бывают и как их определить. После того, когда мы с вами поймем, как их определить, мы попробуем разобраться, как их исправить. Наиболее частый сбой, который встречался в моей практике, это страх конфликта. Страх конфликта так или иначе связан с какой-то степенью недоверием, с непониманием, с неопределенностью. Ты не знаешь, хочешь ли ты обсуждать рабочие проблемы внутри команды, или ты хочешь сохранить отношения. Вот этот баланс, который ты не можешь понять на данный момент, и есть вот этим вот страхом конфликта. Как понять, что страх конфликта, во-первых, существует в вашей команде? Первое, если вы замечаете, что проблемы есть, но они не обсуждаются, скорее всего, это повод задуматься о том, что люди с вами в команде, либо же вы сами каким-то образом себя ограничиваете. А это, собственно, ведет к проблемам коммуникации, потому что, если вы не доносите четко свою мысль, скорее всего, какие-то проблемы могут быть упущены. А это значит ухудшение дальнейшей коммуникации. Формальные решения, если вы видите, что принимаются в вашей команде, скорее всего, это тоже признак того же нежелания конфликтовать с кем-либо. Поэтому формальные решения — это не наш путь. Если вы не видите, если вы не понимаете, почему принялось то или иное решение, не стесняйтесь задавать вопросы. Я такой человек, что как раз не стесняюсь задавать вопросов, если я чего-то не понимаю. Да, я знаю о том, что иногда я этим немножко раздражаю своих коллег. Но я готов пойти на эти жертвы, я готов смириться с тем, что иногда я могу быть занудой, но я буду понимать все вопросы, в которых я работаю. Я очень часто стараюсь ориентироваться на то, что пока я не пойму, значит, я не принесу пользы другим людям. Поэтому формальные решения — это не мой способ решения проблем в команде. Скучно на митингах. Митинги сами по себе, они такие довольно скучные. Митинг — это, по сути, тот же инструмент передачи коммуникации друг с другом. Митинги, они бывают раз в неделю проходят, бывает, проходят там больше какие-то итерации. Но так или иначе, они служат для того, чтобы вы донесли свою часть проделанной работы другим коллегам. Поскольку вы все взаимосвязаны друг с другом, то это нужно делать. Но, честно скажу, несмотря на то, что они сами по себе могут быть скучными, их можно хорошенечко разнообразить. Вот если как бы скучно на митингах, надо задуматься, а не боятся ли просто люди на этих митингах рассказывать свое мнение для того, чтобы обсуждать возможные проблемы, либо текущие проблемы в проекте. Как исправить все это? Если вы хотите повлиять на ситуацию, которая сейчас у вас происходит в команде, вы видите, что ваши коллеги боятся, не знаю, обсуждать какие-то проблемы, боятся что-то свое сказать, надо подталкивать их к открытому обсуждению проблем. Я вообще большой сторонник того, что прежде чем что-то требовать от кого-то другого, нужно преподнести это самому в круг общения твоего. Поэтому, если вы чувствуете, что вы хотите более открытого обсуждения проблем, начните с себя. Работает в 100%. Особенная штука, которую я явно почувствовал, работая в DPR. Потому что до этого, работая в банковской системе, где у нас есть дресс-код, где у нас есть строгие и четкие правила, как мы общаемся с клиентом, как мы здороваемся, обязательно на вы и так дальше, вот там сложнее было все это попробовать, как можно разнообразить на совещании. Но я уверяю вас, что если вы чувствуете себя в команде тех людей, с которыми вы хотите работать, но вы чувствуете себя на одной волне с ними, то это можно сделать независимо от той компании, независимо от того, где вы работаете. Хороший способ. Я посмотрел его у себя на митингах, когда мои коллеги приносили какие-то интересные идеи, как мы проводим митинги. Например, я посмотрел идею, что митинги можно проводить в очках. И при всем желании сохранить конструктивные коммуникации в команде, вот эта вот штука, она очень сильно разряжала. Либо же я помню, хорошая неплохая идея была, когда на митингах, опять же, нужно было рассказать, что ты сделал за неделю, но при этом любое предложение, ты должен вставлять слово «класс». Неважно, в каком контексте оно было, но это очень сильно напрягало, и попробовала расшатать такую, знаете, систему строгого и скучного митинга. Быстрые открытые решения. Здесь как бы важно понимать, что коммуникации, они всегда должны быть открытыми. Как только существует прозрачность в коммуникациях, так сразу появляется ощущение свободы людей внутри команды. Без этого, скорее всего, будет не то. Скорее всего, будут какие-то кулуарные разговоры, вся вот эта вот штука, она будет очень сильно мешать. Поэтому открытые решения, вы также можете стать инициатором всего этого. Я за то, чтобы общаться в чатах общих. Я против того, чтобы вести коммуникации в личках и прочее. Общие чаты — это вот наше все. Когда все в курсе того, что происходит, скорее всего, как бы ни у кого не будет вызывать предположение, что его обсуждают, либо решение приняли без него. Вот этого всего можно избежать, если вести открытые коммуникации, если вести прозрачные коммуникации, и решение будет приниматься быстро и открыто. Важный пункт, который... Я буду несколько делать таких отсылочек, которые я для себя понял на протяжении вот с момента того, как я был студентом, до момента того, каким я сейчас. Я понял для себя важную штуку, что, опять же, я никому этого не рассказывал, и я вот делюсь с вами таким секретом. Конфликты — это штука постоянная, и их не стоит бояться. Более того, я вам даже скажу, что если конфликтов нет в команде, то, скорее всего, что-то не так. Конфликты сами по себе, конечно, они не принесут комфорта человеку, комфорта команде или так далее. Но они направлены на то, чтобы решить проблему. Если проблема есть, если она не замалчивается, да, возможно, конфликт. Но важно уметь их доводить до конца. Поэтому, если вы в будущем, устроившись в компанию, почувствуете, что вы стали участником конфликта, ничего страшного в этом нет. Он закончится. Его цель — решить проблему. Не стоит пугаться его. И важно поддерживать даже в конфликтах доверительные отношения друг к другу. Надо понимать, что если бы человеку было все равно, к этому мы еще вернемся, он бы, скорее всего, не участвовал в конфликте. Следующий сбой в коммуникации, с которым вы, возможно, столкнетесь, это безответственность. Так или иначе, возникает иногда опасение, что человек, который работает рядом с тобой, он может быть безответственным. Он может не увлекаться в проблемы, его, возможно, не заботят ваши задачи. Все это может быть причиной того, что у вас появятся сбои в коммуникации. Поэтому как понять, что в вашей команде в коммуникациях присутствует безответственность? Первый признак — это принятое решение не выполняется. Ну, тут как бы естественно понятно, что если вы о чем-то договорились, но что-то не произошло, либо кто-то забывает на постоянной основе, такое тоже бывает, то, скорее всего, человек не воспринимает серьезно те договоренности, которые у вас произошли. Как еще понять? Если вы замечаете, что человек, который работает с вами в команде, либо вам, не дай бог, все равно на то, какие задачи у вашего коллеги, который сидит рядом с вами, с которым вы проводите коммуникацию, то, скорее всего, это тоже будет признаком безответственности. Потому что настоящие команды знают то, над чем работают. Тогда правильные коммуникации вы сможете направить в нужное русло. Если вы будете спрашивать не тех людей, например, по вопросу, которые вас интересуют, скорее всего, это будет вызывать раздражение. Поэтому всегда старайтесь интересоваться, что все-таки, чем занимаются ваши коллеги. Это будет полезно в том числе в первую очередь для вас. Если команда не знает, какие у нее цели, скорее всего, это тоже признак безответственной команды. Команда должна понимать, куда она движется. Нельзя двигаться хаотично, потому что в таком случае вы, возможно, будете двигаться не в нужном друг другу направлении. Команда, в первую очередь, ставит командные цели превыше персональных целей. Поэтому для этого очень важно знать, куда она движется и какие у нее, собственно, цели для того, чтобы решить выживанную задачу. Как исправить вот эту безответственность, которая, возможно, будет возникать в коммуникациях внутри команды. Первое. Здесь, скорее всего, задача будет лидера команды. Но если уже мы затронули тему лидерства, то лидеры бывают формальные и неформальные. Поэтому если вы видите, что формальный лидер в группе не принимает на себя решения, ничего не мешает вам предложить, обсудить в коммуникациях в команде, что все-таки является целью команды, для того, чтобы это все для всех было прозрачно. Штука, которая была для меня в свое время очень сложной, но, скорее всего, то, к чему вам придется прийти и чему придется научиться. Чем больше вы работаете с людьми, тем больше вы будете понимать, что неопределенность это штука, которая не справляется здесь. То есть она будет присутствовать постоянно. В наше время, вообще в современном мире, определенности как таковой не существует. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. Всегда есть, не знаю, возможность, что что-то забокопорится, кто-то забудет, кто-то опоздает, не знаю, застрянет в пробке. И из-за этого, возможно, накроются какие-то части коммуникации внутри команды. Поэтому примите, примите неопределенность. Это будет в какой-то степени помогать вам бороться с такой вот безответственность. Старайтесь внутри команды объяснять, что такое бывает. Как только вы начнете принимать неопределенность как что-то существующее в вашей жизни без вашей воли, тем легче вам будет работать, тем легче вам будет адаптироваться к коммуникациям внутри друг друга. Ну, естественно, да, довольно очевидные вещи для того, чтобы побороться с безответственностью внутри команды. Хорошо, если вы будете обсуждать задачи и цели на постоянной основе. Поэтому и существуют такие понятия как daily, weekly и так дальше. Например, митинги, на которых собираются команды и обсуждают, что они сделали, что они собираются делать, либо что у них вызывает трудности. И тогда вся команда начинает обсуждать, что же мы будем с этим делать. влияет ли на это на кого-то или нет. Без обсуждения задач, без ответственности внутри коммуникации, внутри команды, к сожалению, побороться не получится. Поэтому готовьте себя на то, что общаться вам на работе придется. один из следующих сбоев коммуникации, который очень сильно вредит тому, как и куда движется команда, это недоверие. Это может быть на начальных стадиях создания и развития команды, но это не должно укорениться и быть признаком того, каким образом у вас ведутся коммуникации друг к другу. Потому что недоверие, по сути, это как стена, которая перед вами становится, и вы тяжело пытаетесь разобрать, как у человека настроение, что с ним происходит и так дальше. Потому что вы не видите доверие в том, что вы спрашиваете, либо человек не может понимать, почему вы спрашиваете. В общем, недоверие – это что-то, что сильно мешает коммуникации. Вот как если бы я закрыл вот рукой перед вами глаза. Вот приблизительно так выглядит недоверие. Как понять, что внутри коммуникации в рамках команды есть вот такое недоверие? Во-первых, ошибки в команде не признаются. Если вы замечаете, что кто-то ошибся, но боится в этом признаться, либо же пытается каждый раз оправдаться, почему он это сделал. Не дай бог, вы тоже заметили такое за собой. Сразу себя отдергивайте смело. Потому что ошибки, как уже говорили мои коллеги, случаются у всех. Более того, компания, в которой вы будете работать, по-хорошему должна воспринимать ваши ошибки как что-то, как инвестиции в ваше обучение. Без ошибок вы не научитесь, как правильно работать. Это вот точно. Но их нужно признавать, их нужно обсуждать, и таким образом вы их качественно обрабатываете. Как только вы обсудили со своими коллегами, так точно вы нашли стороннее мнение, как этого можно было обойти. Если вы не общаетесь в команде на нерабочие темы, это очень усложняет наличие доверия между вами. Дело в том, что мы все с вами люди, и человечность у нас, и работа у нас человечность не отбирает, это не что-то взаимоисключающее. На работе мы тоже люди, и на работе у нас тоже к разному своей есть история. Я уверяю, что на чаечке где-нибудь с коллегами на кухне вы сможете много узнать о них, а они смогут много узнать о вас. Вот этот контекст, о котором мы с вами раньше говорили, он будет помогать вам вести коммуникации друг с другом. Потому что зная историю друг друга, вам будет легче понять, что им движет, вам будет удобнее с ним вести переговоры в дальнейшем. Поэтому все это очень важная штука. Если вы не общаетесь на рабочие темы, и внутри команды вы замешаете это, будьте инициатором того, что расскажете, чем вы увлекаетесь. Например, если коллеги не извиняются друг перед другом внутри команды, то часто это признак тоже недоверия. Потому что недоверие это, по сути, страх. Страх показать свою уязвимость в рамках команды. Если он присутствует, то обычно если не напортачили и не признаете свою вину, то стоит задуматься, доверяете ли вы на самом деле своей команде, людьми, которыми коммуницируете на каждой на ежедневной основе, настолько, чтобы поделиться своими неудачами. Если нет, надо что-то думать. Что же можно сделать в реальном мире для того, чтобы исправить недоверие в команде? Хорошо помогают откровенные беседы. Это то, что я рассказал по поводу нерабочих тем. Откровенные беседы это очень полезная штука для того, чтобы не выращивать монстра внутри себя. Если вы не общаетесь откровенно друг с другом, скорее всего будут появляться какие-то додумки, будут появляться сомнения, страх, а потом это будет превращаться в недоверие. Поэтому если вы видите, что вас что-то смущает, поделитесь об этом. Только обязательно здесь нужно быть еще инкратным. Когда вы делитесь о том, что вас беспокоит с людьми, с которыми вы общаетесь внутри команды, нужно понимать, что разговаривать с позицией «я» всегда будет продуктивнее, чем разговаривать с позицией «вы». Например, люди, с которыми вы общаетесь, с которыми вы ведете коммуникации, гораздо легче вас примут, если вы скажете «я чувствую себя некомфортно в таких-то таких-то ситуациях». Нежели если вы будете говорить им «мне не нравится, как вы ведете себя вот в таких-то таких-то ситуациях». Скорее всего, это будет выводить на конфликт, поэтому если вы готовы к откровенным беседам внутри команды и хотите исправить доверие в коммуникациях, то нужно об этом делиться, нужно об этом делиться. Но это стоит делать с позиции «я», с позиции своих чувств. Как только вы показываете такую вот уязвимость условную, то есть условную уязвимость, то люди становятся как обычно, на практике я замечаю, то есть это не какая-то теория. Если вы начнете первым испускать щит, обычно люди отзекаливают это. Поэтому один из способов, один из способов, обычно это прерыватива лидера в команде, но это тоже неплохо показать свою уязвимость. О том, что вы, например, чего-то боитесь, вас что-то смущает, вы, например, устали, или что-то в этом роде. Все эти вещи, они помогают как раз приоткрыть завесу строгости и суровости, которые мы обычно склонны рисовать в коммуникациях друг к другу. Ну, и как возможно, и поскольку мы с вами обсуждаем сейчас все откровенно, как возможный вариант решения в коммуникациях для того, чтобы исправить недоверие в команде, это замена. Да, такое бывает. Иногда для того, чтобы коммуникации вышли на новый качественный уровень внутри команды, приходится кого-то заменять. Это не значит, что человек плохой или неподходящий в целом для компании. Иногда так бывает, когда просто команда не сработалась. Бывают очень много объяснений тому, почему это произошло. Иногда стоит искать причины в том, как начинала развиваться команда, что были, какие у нее были требования и так дальше. Но все это довольно условно. Просто надо понимать, что бывают и такие варианты решения сбоев коммуникации внутри команды. Небольшое лирическое отступление тоже важная штука, которую я пытаюсь практиковать теперь на постоянной основе. Заметил о том, что когда я был на начале своей карьеры, только начинал заниматься коммуникацией с людьми, как-то люди очень странно реагировали на вопросы, когда я им задавал, при том, что я абсолютно не вкладывал ничего в них, знаете, агрессивного. И, как мне казалось, вопросы были довольно простые, открытые, не спрашивал ничего криминального, честно. Но, как бы, что заметил, что иногда из-за того, что коммуникация присутствует недоверие, эти вопросы трактуются по-своему. То есть, например, если вы спросите у своего коллеги, с чем я, собственно, сталкивался, а сколько сейчас время, то коллега на вас покосится и скажет, а что? Вот это вот а что, да, очень хорошо, очень хорошо делать на опережение. Поэтому я научился и советую вам тоже попрактиковаться на этом. Каждый раз, когда вы задаете вопросы, объясняйте, зачем вы спрашиваете. Потому что, например, если вы спрашиваете, сколько сейчас времени, да, не знаю, вдруг кто-то подумает, что-то мне подозревает, что я долго не работаю, поверьте, люди себе додумывают, бывают, себе додумывают, очень много ненужных вещей, лишних. Поэтому, если вы объясните, что именно вызвало у вас этот вопрос, например, а сколько сейчас времени? Может пойти время купить чайочек? Например, да, сразу вы, по сути, работаете на опережение над всеми возможными вот такими вот додумками, додумками, которые будут только придет вашей коммуникации. Одна из сложностей, с которыми вы можете столкнуться в коммуникациях, это нетребовательность друг к другу. Когда мы становимся нетребовательными друг к другу, когда мы становимся слишком, слишком комфортно, когда мы чувствуем себя слишком комфортно в текущих ситуациях, это тоже плохо. Потому что, когда нет взаимной критики между друг другом, скорее всего, качество работы и качество нашего продукта, который мы будем делать, оно будет падать. Поэтому здесь в коммуникации существует правило золотой середины. Вам должно быть не слишком комфортно и не настолько, чтобы прямо вы хотелось уйти из команды. Вот требовательность друг к другу не означает, что у вас будет недоверие друг к другу. Вы работаете как слаженный механизм внутри команды. С помощью коммуникации вы можете наносить вопросы, которые вас интересуют в делах, которые вы тоже, в том числе, вкладываются. Поэтому при отсутствии взаимной критики, скорее всего, в команде существует такая вещь, как непребовательность. А это очень сильно усложняет коммуникацию. Если вы друг друга не контролируете, если обещания, которые вы давали друг другу, сроки забываются либо пропускаются, это нужно исправлять. Как это исправлять? Обычно помогает, если вы видите, что нужна какая-то помощь, либо кто-то проявляет желание в том, чтобы помочь, это нужно одобрять. Нужно поощрять то, что человек захотел помочь в ситуации, когда вас критикуют. Критика без предложения, она беспочтная, беспосвенная. По факту хорошая критика должна сопровождаться предложением в помощи, в совете, либо во взгляде, либо в альтернативном мнении. Все это является желанием помочь. Вот это вот желание помочь, оно должно одобряться. Если к вам оно направлено, либо же в рамках команды, это будет очень хорошим признаком для того, чтобы работать с такими вещами, как нетребовательность. Старайтесь заинтересовывать всех людей, которые работают с вами, в том, что вы делаете, и в решениях, которые вы принимаете. Если команда будет заинтересована в решениях, которые принимает человек, который работает с вами, то, скорее всего, у вас есть шанс получить себе компаньона, который в нужный момент подключится и скажет «Ага, слушай, я здесь вижу, что что-то не так». Это будет лучше, если вы это заметите после того, когда вы сделаете уже свою задачу. Поэтому заинтересованность в решениях, она нужна. Ну и, собственно, как бы поощрение конструктивной критики мы с вами обсудили, конструктивная критика предполагает предложение помочь. Какие бывают еще сбои в коммуникациях, мы можем рассуждать довольно долго. Но давайте я сосредоточусь на одном из важнейших таких больших столбов, которые очень сильно могут мешать вашим коммуникациям. Безразличие. Это вот штука, с которой я немножко начал в начале своей презентации, и штука, которую я буду заканчивать своей презентацией безразличие, это бич современных коммуникаций. Когда вам все равно, вам безразлично то, что будет происходить дальше, вам безразлично, что будет, не знаю, у вас думать, к чему приедет команда. Вот эта вот штука, она, наверное, самая тяжелая, с которой я вам приедусь столкнулся. Очень тяжело работать с безразличием внутри коммуникации, внутри команды. тогда, если в команде, если в коммуникациях существует вот это вот, да, то, скорее всего, не только каким-то поражением команды будет, команда будет безразлична, но и успехом. Даже если вы добьетесь успеха, это безумно сложно понимать, что для команды это было просто ничем. Вот, поэтому тренируйте в себе такую вещь, как мне не все равно. Вот, напоминайте себе мне не все равно. Когда вам не все равно, старайтесь себя заинтересовать абсолютно в любых вещах, которые происходят в жизни ваших коллег, в работе вашей команды, в разработке вашего продукта. Как только вы заинтересованы в этом, тогда вы сможете собственно предупреждать вот такие вот вещи, которые существуют в коммуникации. Естественно, что все это можно исправлять. И когда вы приступите в работе в больших командах, в больших компаниях, вы поймете, насколько корпоративная культура внутри важна. Существует очень много, знаете, практик, всяких традиций по поводу того, как празднуются победы. Например, интересная история о том, что у нас в лондонском офисе каждый раз, когда у нас появляется новый клиент, либо мы завершили сделку, которая длилась уже несколько недель, например, мы, когда сделка завершается успешно, мы по всему офису уходим и звоним фолоку. И совершенно неважно, кто там на митингах или не на митингах, мы хотим, чтобы все знали о том, что у нас получилось. Поэтому празднуйте победы, делитесь об этом с друг другом. И это будет как раз очень хорошим антибиотиком против такого штуки как безразличия команды. Существует опять же очень много техник менеджерских, которые будут позволять вам работать с этим. Да, я не буду выгубляться сейчас. Менеджер должен понимать, что организация внутри команды, что изменения, которые происходят в коммуникации, кто с кем общается, кто с кем работает, это очень важная составляющая. И для того, чтобы люди не чувствовали себя безразличным друг другу, не чувствовали безразличным результатам, то нужно понимать, что вы делаете. Нужно понимать, что это такая организационная структура, и тогда будет все хорошее. И штука, которую я очень приветствую, и которую я пытаюсь наследовать из геймерского сообщества, это поощрение хороших покрыток. Старайтесь поощрять людей, которые работают вместе с вами не только за победы, но даже если у человека что-то не получилось, похвалите его за то, что он старался. Скажите о том, что это была хорошая попытка. Ничего страшного, если еще раз получится. Таким образом, вы стараетесь вкладывать в одобрение коллег, стараетесь вкладывать ваши коммуникации, а значит, вы работаете над правильной культурой в рамках вашей команды, а это в первую очередь будет влиять на вашу коммуникацию. Чтобы закрепить мою мысль, не будьте человеком, которому все равно. В этом и заключается вещь, которая вас будет сопровождать всю вашу профессиональную жизнь, когда вы закончите свое обучение и приступите к работе в больших компаниях. До того момента, пока вам не все равно, что происходит в этой команде, до того момента у вас есть шанс на то, чтобы все пошло лучше, чем это было. Например, до того момента, пока вам не все равно, вы будете развиваться и становиться лучшими специалистами. До того момента, пока вам не все равно, вы будете находить нужных и интересных себе людей. Поэтому делайте акцент на этом, старайтесь не забывать о том, что коммуникации очень важны в нашей команде. Ну, в принципе, в любой команде. И, по сути, это фундамент того, как вы будете справляться со своей задачей. Не переживайте, все у вас получится. Я уверен, что сложности для нас не предел и уверен, что каждый из нас справится со любыми трудностями, которые у нас поджидаются впереди. У меня все. Я готов с вами обсудить любые ваши вопросы, которые вы можете задавать в чате. Либо же, если вы придумаете вопрос, который хотите меня задать после, пожалуйста, я не боюсь аудитории, поэтому напишите мне любую мессенджер. С удовольствием с вами пообщаемся. Субтитры создавал DimaTorzok